Друзья, мы на связи! Уже в третий раз подряд его будет проводить. И вот сейчас прямо передо мной в студии сидит наше долгожданное гостье, хедлайнер форума «Ямалклик». И еще сейчас все ваши остальные регалии тоже буду перечислять. Журналист, телеведущая, лауреат премии «ТЭФИ», мама пятерых детей. Мария Ситтель, здравствуйте! Аплодисменты! Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте. Спасибо большое, что пригласили. Мы очень рады вас видеть. И я очень рада быть здесь сегодня в этой студии. Правда, вот хочу сказать, что внутренне такое ощущение чего-то детского, юношеского, приключенческого. Поэтому я с таким настроем к вам прилетела. Ой, это здорово на самом деле, потому что у нас же форум молодежный. И вот, видимо, вот это настроение, оно передается всем участникам и даже взрослым участникам. Ну, быстренько сейчас и нас тоже представлю все-таки. Мы здесь собрались две такие, ну, можно я тоже скажу юные? Я как будто бы тоже сегодня юная. Юля Ширкова меня зовут, а рядом со мной сидит наш юнкор, подрастающая смена, ученица импульс класса. Диана, чтобы не ошиблась, Хазипова, а ты сегодня уже немножко другой фамилии нарекла. Ура! Диана, здравствуй, привет! Диана, здравствуйте! Здравствуйте, очень приятно. Молодая коллега. Да, молодая коллега. Вот подрастающая смена нам дышит в спину, но это вот не зависть, а гордость, я бы сказала. Я вас поддержу, абсолютно поддержу, потому что мне уже много лет к ряду хочется отдавать и делиться самым важным, самым лучшим в профессии для того, чтобы подрастающая смена приобретала навыки с измальства. Может быть, начиная прямо вот с самых первых своих шагов в профессии, чтобы вы понимали, на каких основах мы себя чувствуем, мы делаем профессию. Для того, чтобы дальше они развивались еще быстрее, и этот путь сократился, тот путь, который мы прошли от понимания себя, от понимания профессии до момента, когда уже можно творить, чтобы он у вас сложился быстрее. И перед вами бы открылись бесконечные горизонты того, что нужно сделать. А делать нужно действительно очень многое для нашего зрителя, для наших людей, для тех, на кого, собственно, мы работаем. Да, я согласна, абсолютно присоединяюсь. И, кстати, вы сможете сделать это уже завтра, поделиться своим опытом, потому что, как я уже сказала, хедлайнер нашего форума. И у нас будет несколько встреч, и встреча с журналистами, потому что мы тоже хотим вас попытать вопросами. Да, и встреча с юными корреспондентами, поэтому завтра будет насыщенный день, обязательно присоединяйтесь. Ну, а пока начнем с легких вопросов, я думаю. У вас есть и потруднее? А, у нас есть и потруднее, да. Ну, во-первых, хочется спросить, как вы добрались, как долетели, как вас встретил север, и вообще, бывали вы раньше в нашем городе? Я первый раз в Новом Оренгое. Так. Да, первый раз, поэтому я загадал желание. А у нас будет 100%. Обязательно. Был прекрасный перелет. Наверное, он не очень удобен с точки зрения человеческой физиологии, потому что в 2.20 вылет из Москвы, когда уже хочется спать. Мы знаем этот рейс, мы им тоже всегда летаем. В 7 утра вы были здесь. В 7 утра, да, и вот короткий период. Невозможно в 7 утра уже уснуть, хотя в Москве еще пока только 5. Встаю я рано, потому что, как вы правильно заметили, у меня много детей, пока нужно сварить кашу, всех собрать, собраться самой, в общем, подъем ранний. Поэтому уснуть рано утром сегодня по прилете не получилось, но тем не менее, знаете, как я на новенького, у меня приключение. Я все-таки прилетела в Новую Оренгою, поэтому спать пока не хочется. Дивный аэропорт. Первое, что я увидела, меня поразил, поразил. Он у нас новый, недавно открывшийся. Мне кажется, в начале 2023 года, если я не ошибаюсь. Да, все верно. Ну, и я даже помню, потому что я помню те ощущения, когда мы сидели в эфире, либо же я смотрела коллег, или я сама сидела в эфире. Я помню, что, мне кажется, это был ВКС по связи президента Владимира Владимировича, да, с нашим губернатором Дмитриевичем. Тожественное открытие аэропорта, да, он же напоминает, он напоминает северное жилище. Да, чумы, да, в форме чумов, действительно, это вот такая его аутентичная особенность. Очень уютный, комфортный, маленький, такой приятный для внутреннего нахождения. Все, что я успела почувствовать после того, как вышла из самолета. Вот поэтому, наверное, это будет приятной точкой в завершении моего визита к вам. Снег, снег, безусловно, снег. Я в последний момент вспомнила, что я лечу в Новую Ренгой. В Москве, как вы видели, уже, наверное, весна плюс 18, зелено. Мы вам позавидовали. Немножко по-белому, конечно. Да. Поэтому... Ну, вы оделись теплом, мы надеемся. Нет, вы знаете, все зимние вещи уже в химчистке, если честно. Поэтому я взяла парочку теплых кофт для того, чтобы утеплиться. Но я думаю, что я не замерзла. Я люблю холод. Мы будем согревать вас своими сердцами, потому что все всегда говорят, что на севере люди с горячими сердцами. Иначе как бы мы тут жили в такие морозы. И очень улыбающиеся. Знаете, это второе для меня открытие, откровение. Вы какие-то все радостные. Это правда. Может быть, это мой визит. Это и ваш визит в том числе. Это наши обычные улыбки еще удвоились. Вы представляете? Поэтому мы сейчас светимся, да, улыбаемся, светимся, рады вас видеть. Ну, коли уж мы вот так вот темой ходим вокруг одного из заготовленных нами вопросов. Он у нас идет чуть подальше, но мы сейчас его прям, наверное, спросим с Дианой. Потому что... А вы, может быть, дадите Дианочке слово? Да, да. Я сейчас подвожусь к Диане. Дело в том, что я вас когда представляла, не случайно вот перечислила вместе с вашими реальными профессиями, еще сказала, что вы мама пятерых детей. Потому что мама, это тоже, во-первых, профессия, это призвание. А мама пятерых детей. Мы сегодня всем коллективом просто... У нас было всеобщее восхищение. Правда. И вот я когда читала вопросы, которые Диана... Диана сама составляла свою часть вопросов. И я хочу сказать, что у нас действительно очень талантливая смена подрастает. Потому что некоторые вопросы я думала, ого, я же такого не додумала. Все, она придумала. Она сегодня все спросит. Вот. Ну, вот этот вопрос мы придумали обе. Потому что было интересно узнать. Диана, твой выход. Так, вопрос про то, как у вас получается все планировать. Помимо построения карьеры, вы и в шоу участвуете. Это Форт Боярк был. Это были танцы со звездами. Вы успеваете это все совмещать. У вас пятеро детей. Вы успеваете прекрасно выглядеть, поддерживать, развиваться в карьере. Как вы все успеваете? Поделитесь секретом. Безусловно. Поделюсь и скажу вам сразу. Первое, самое главное. Все можно совмещать. Если у вас есть желание, а такое желание, я думаю, есть у многих. Совмещать можно и нужно. И как я, когда была в вашем возрасте, мне всегда хотелось иметь большую семью, чтобы было много детей и чтобы было много возможностей и времени для реализации этих возможностей. И я подумала себе, что да, я хочу. Я говорю, я хочу. Я, наверное, сюда, когда была юная, я запускала в небо бумеранги и загадывала желание. Я хочу, чтобы у меня было вот так-то и так-то. Я хочу, чтобы у меня выглядело вот мое будущее вот так и так. И знаете, все бумеранги вернулись. Мы, видимо, можем все-таки мыслеформой планировать свое будущее, свою картинку, видение того, как должна быть устроена наша жизнь. И все бумеранги вернулись. Причем вернулись, наверное, годам к 30. В 30 лет я села и подумала, а что же еще не вернулось? Вернулось практически все. И с 30 до 40, может быть, там с небольшим заделом и дальше, я закинула вверх новые бумеранги, новые мыслеформы, новые планы на будущее, мои долгосрочные планы на будущее, чтобы вот через 10 лет они осуществились. И они тоже начинают осуществляться. И это классно. Я не могу и работу упустить, и возможность создать семью, растить детей и делать то, что мне хочется. Поэтому все можно и нужно совмещать. Это миф, что у нас не хватает свободного времени, мы просто не умеем его планировать. И вот если суметь его грамотно распланировать, все можно успеть. Вот, кстати, в одном из ваших интервью у меня даже выписана ваша цитата. Умение визуализировать свою цель. И вот этому нужно учиться. То есть те вот позитивные бумеранги, про которые вы говорите, тут как раз та самая визуализация, она имеет отношение с мечтами? К мечтам имеет отношение? Ну, наверное, да. Так как мы телевизионщики до мозга костей, мы, когда свою цель планируем, мы её, конечно же, представляем себе, какой она должна быть. И поэтому какая-то определённая картинка будущего, да? Я не знаю, работает ли это, но это работает, потому что я могу быть прямым, явным свидетельством удачной схемы. Наверное, это могут быть рисунки, наверное, это могут быть картинки в голове, в нашем воображении. Наверное, это могут быть прописанные строчечки. По-всякому. Кто как и во что гораст. Главное, дальновидный стратег, он видит будущее на десятилетия вперёд. Если мы с вами руководим коллективом, руководим компанией, мы должны иметь долгосрочные планы. А вот стратегия краткосрочная, да, вот этих маленьких шагов, как мы к этим планам, к нашей глобальной мега-мета-цели мы добираемся, должны быть маленькие мелкие планы. Поэтому мы вот такими мелкими шажочками идём. То есть это вот такая стратегия, из маленьких вырисовывается нечто большее, и потом это всё осуществляется. Но вы же знаете, что вы хотите, чего хотите достичь через 5 лет? Да. Очень хорошо, через 10. Подумайте об этом обязательно. Подумаю, да, подумаю. Вот, кстати, о планах. Вы сказали, что вы, в принципе, всегда об этом мечтали, но мы знаем, мы же читали вашу биографию, что учились-то вы, пытались поступать на какие-то и другие специальности, и планировали, и вот, давай, Диана, продолжай. Да, это вопрос, который, в принципе, интересует, ну, многих людей моего возраста, так как нам и поступать уже в ближайшее время, и, в принципе, выбирать свой путь, как раз-таки вот на 5 лет ближайшие, на 10 лет ближайшие, ну, хотя бы на ближайшие годы. Вот, у вас очень насыщенный путь именно к тому, как вы пришли к журналистике. Вы и учились в медицинском лицее, вы и поступали в медицинский вуз, через год перепоступали в педагогический, потом вовсе у вас экономическое образование было, но как в итоге так получилось, что вы закрепились именно в журналистике, это, ну, не было ведь ваша основная сфера деятельности, в жизни, ну, в детстве вы тоже мечтали стать, даже цитата есть из интервью, в какой-то момент я решила, что непременно стану сыщиком, потом патологоанатомом, но самой моей большой мечтой тогда было стать хирургом-ортопедом, но в итоге вы построили такую успешную карьеру журналистики. Мне кажется, вы знаете по себе, что когда мы молоды, мы бессмертны, нам хочется всего сразу попробовать и много, да, и, наверное, я тоже проходила через этот этап. Я бы стала очень неплохим хирургом-ортопедом, и это точно совершенно, я знаю это, я чувствую это изнутри, свои внутренние сущности, я знаю это. Во многом вот эта моя убежденность в том, что нужно во всем дойти до самой сути, в любой профессиональной траектории, оно мне позволило и состояться в профессии тележурналистики в моем информационном амплуа. Если бы я была спортсменом, я бы точно знаю, что я бы, ну, приблизилась к достижению олимпийских высот, потому что я человек такой внутри, я против халтуры, я люблю очень достигать и доходить, ну, до высоких вершин. Поэтому, конечно же, мне в какой-то определенный момент я не знала, чем я хочу заниматься. Мне было непонятно, кем я буду. То есть всем и вроде бы непонятно, чем конкретно. Когда я была в восьмом классе, мне главное было уйти из этого класса, из школы, перейти на какой-то новый этап, на какой-то новый профессиональный уровень. А почему? Вы уже как будто чувствовали, что переросли? Нет, у нас было 42 человека в классе. Не все были хорошо замотивированы к учебе. Это было немножко вязко, скучно, грустно. Ну, и это не было таким выстрелом. Все-таки потенция у меня внутри большая, серьезная. А учебы, знаний не было. Поэтому я говорю, мамочка, я уйду из этой школы, давай в другую. Или я могу уйти в профтехучилище, куда угодно. И я начала поступать везде. В прибор строительный техникум я поступила на подготовительные курсы. В механический техникум я поступила. В архитектурную строительную академию я поступила и ходила учиться. У меня жажда была дознаний. Я хотела, ну, как бы, знаете, освоить новые горизонты. А учились вы, вы отличницей были? Я была, конечно, отличницей. Но это были вершки, 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 вершки. 42 человека в классе. Отличник, ну, быть, ну, несложно быть отличником в таком классе. Ну, тем более, это девочка. Ну, все-таки, я думаю, приходилось прилагать усилия, чтобы вот учиться на депутатах. И вот когда мама сказала, почему ты идешь по всем техническим специальностям, механическим, прибор строительным и так далее. Говорит, а может быть, ты вот поступишь, например, тоже в медицинский колледж? Я говорю, ну, хорошо, давай в медицинский тоже. Там база химии, физико-биологии. И вот еле-еле выдержав экзамен при поступлении туда, я поняла, что моих вершков знаний не хватает. И их достаточно мало. А мне понравилось. Я думаю, все-таки, наверное, математика, прибор строения, техника, это классно. Но вот химия, физико-биология, медицина меня туда потянуло сильнее. Я его закончила, этот колледж, с отличием. И это мне позволило потом без труда поступить в Пензенский государственный университет. У меня база была химия, физико-биология, латинский. Нас учили самарские педагоги, которые прилетали к нам из Самары. И наши два класса пествовали, обучали по своей программе, забирали контрольные, улетали, проверяли контрольные сами. Все было так, знаете, на таком высоком, очень подготовительном уровне. И это было классно. И я, конечно же, не планировала ни о каких театральных подмостках, ни об эфирах, ни о телевидении. Нет, мне хотелось искренне заниматься дельфинами. Мне хотелось... Это прекрасная мечта, на самом деле. Да, мне хотелось заниматься наукой. Ведь дельфины, вы знаете, что они могут пускать в пять потоки крови по кровяному руслу. Они могут не спать огромное количество времени по продолжительности. Они могут творить чудеса, и это до сих пор удивительно млекопитающее. Да, абсолютно. Мне до сих пор нравится про них что-то читать и изучать. Ну вот так сложилось. Я к чему, долгие-то рассказы. Мы всему можем потихоньку учиться, но при этом не сопротивляться вот той промыслительности, наверное, Всевышнего, которая в нашей жизни присутствует. И вот так меня вывело нелёгкое на телевизионное поприще. Вот, кстати, как? Вот как этот промысел сработал? Вот так, как-то вот случайно. Ребята, которые были в студ-клубе госуниверситета, они пригласили меня, говорят, ну пойдём, к нам приехал в Пензу, к московскому режиссёру, у нас там будет новое телевидение, пойдём, пойдём, пойдём туда. Я говорю, не хочу. Мне нужно сниматься перед камерой. Я говорю, не хочу. Говорят, ну там надо разыгрывать анекдоты. Ну можешь ты пройтись перед камерой, мы разыграем анекдот про любовницу. Я говорю, я любовница? Боже мой, это же стыд и позор. Как же так? Я не смогу. В общем, они меня всё-таки уговорили. Две недели уговаривали. И всё-таки? Случилось. Я прошлась перед камерой. Я сыграла эту без звука роль любовницы. Мне, конечно, захотелось посмотреть, что получилось. Я была любознательным ребёнком. Я попала на пензенское телевидение. Мне изнутри показали, как это всё выглядит. И показали то, что получилось после съёмок на камеру. Я посмотрела. В тот момент там был очень мудрый, хитрый, горячо любимый мною сейчас Фёдор Юрьевич Самарин. Он так как-то меня молодой заприметил, подошёл, разузнал. А пишешь, не пишешь, стол, а умеешь изъясняться, рассказывать что-то интересное. Говорит, а хочешь здесь остаться по работе? Ну по субботным воскресеньям. Так очень аккуратно меня завербовал. А вот московский режиссёр, который тогда в тот момент приехал в Пензу из Москвы помогать коллегам делать профессиональное провинциальное телевидение, вот он посмотрел на меня через камеру, через призму. Я читала тогда басни Крылова наизусть, подекламировала на камеру. Он подошёл ко мне и сказал, вот вам мой дельный совет. Вы и камера, это две вещи несовместимые. Вы не сможете никогда работать на камеру. Я говорю, да я и не хочу, потому что я про дельфинов. Я не хочу. И убежала, и ушла. И в общем, как-то даже забыла об этой истории. Увлеклась своим рассказом. Прошло время. Прошло какое-то время, и вот я попала. Я привязалась. Я стала ходить, стала по выходным снимать программу, музыкальный сувенир. Потом началось становление информационной службы. Я с утренней почты, с музыкального сувенира перешла в более деятельную, на мой взгляд, молодёжную редакцию. Начала делать, снимать новости. И вот так вот оказалось в новостном потоке. Потом мы наши работы отправляли на различные конкурсы. И вот был фестиваль Приволжской прессы. Мы отправили работу в выпуск туда. Я там стала победительницей в номинации ведущей информационной программы. А всех победителей региональных конкурсов, всех и всегда отсматривает Москва. Отсматривает Москва. Меня посмотрели, увидели, позвонили. Алло, алло, Мария Ситтель. Это НТВ. Мы хотим вас посмотреть. Мы хотим вас пригласить. Мы хотим вас посадить в московскую нашу студию. И предложить вам работу, если всё получится. Вот так. Это практически вот такой киношный случай. Киношный случай. Да, правда. Когда кажется, что это невозможно, но это происходит, это случается в жизни. Это вот, наверное, реально тот самый один из бумерангов когда-то прилетел. В интернете, кстати, пишут, что с 97-го года вы на телевидении. Это уже много. Много. Это уже долго. А вот сразу рождается такой вопрос. Что вы делаете и делаете ли, чтобы не выгорать? И это, кстати, актуально для очень многих, не только журналистов. В принципе, очень сейчас многие сталкиваются с выгоранием профессиональным. Вот есть секрет? И вообще, были у вас такие моменты? Таких моментов было. Значит, отвечу сначала так. Если у меня возникает определённая усталость по отношению к моей работе, ну, не назову пока это выгоранием, усталость, то я ухожу в декрет. А, вот. Это секрет успеха. Это секрет успеха, да. Побыв немного дома, в роли мамочки, я понимаю, что пора уже возвращаться на работу. Уже вроде соскучились по работе. Да, поэтому, когда вот так вот перемежаешь свою профессиональную деятельность с рождением детей, успеваешь отдыхать. Амплитуда такая, знаете, успеваешь отдыхать. Что касается профессионального выгорания, безусловно, оно встречается, оно случается, потому что наша информационная повестка, она достаточно тяжёлая, трудная, сложная, вязкая. Но при этом помогает очень сильно спорт. Помогает, помогает семья. Помогают правильно расставленные по жизни акценты. И помогает правильная, ну, внутренняя ориентация на события в моменте. Потому что твоя подача, она нужна во многом и какой-то части аудитории, зрительской аудитории. Вот это бережное отношение к аудитории, которое так или иначе аффилировано к тому или иному событию, да. Умение, как-то, может быть, даже своим голосом успокоить, настроить, рассказать то, что нужно. Мне это помогает выжить. Знаете, была хорошая книжка, не помню, какого-то иностранного автора, что такое семья и как в ней уцелеть. Мы здесь тоже должны лавировать между своими эгоистическими всплесками, желаниями, вот здесь и я, и во главе всего я, и чувствами других людей. И когда мы своё эгоистическое оставляем где-то там позади, и в прицеле, и в фокусе внимания, твой близкий друг, твой зритель, член твоей семьи, человек, которому нужна твоя помощь, выгорание как рукой сносит. То есть это вот то чувство ответственности, которое вы испытываете перед аудиторией, в том числе, оно позволяет вам как-то… А чувство любви к ближнему, чувство миротворца, чувство… Вот группа крови миротворца внутри, чувство сострадания, сопричастности к тому, что человеку нужно подставить плечо и помочь. Потому что мы же четвёртая власть. Мы же как раз и… Сто процентов. У нас миссия такая и просвещение, и помощи, и поддержки. И формирование каких-то мнений. Формирование, да-да-да. И если где-то творится какая-то выпиющая несправедливость, шашку на голову и туда. Ох, вы нас сейчас вдохновили. Мы, конечно, тоже разделяем очень все эти ваши взгляды, но на самом деле отзываются слова. Вот знаете, вот ещё, раз уж мы тут так часто сегодня затрагиваем тему ваших детей, Хочется спросить ещё немного. Форум у нас молодёжный. Очень много завтра вы увидите горящих глаз юных, которые скоро заканчивают школы и сталкиваются с вопросом, куда же они хотят поступить. Вот ваши дети, кто-то из них пошёл по вашим стопам? И как вообще они приходили к вам за советом? Вы как-то их направляли? Моя старшая дочь, она уже в своей профессиональной траектории, она не пошла по моим стопам. Хотя вот сейчас ей 28, она как-то так начинает подкрадываться ко мне на мягких лапках и, может быть, хочет поменять профессию. Да, и как-то так задаёт вопросы на эту тему. Пока издалека, да? Пока издалека, но с моей родной сестрой, которая тоже работает вместе со мной в Вестях, возглавляет большой департамент по сбору информации со всех городов, со всех наших висей от Калининграда до Владивостока, вот, она уже моя дочь с моей сестрой говорит напрямую. Она говорит, а можно? А вот как ты думаешь, а получится? А нужно ли это? А не подведу ли я маму? А она через тётю решила зайти. Да, она решила зайти через тётю. Вы знаете, если кто-то из моих детей захочет пойти по моим стопам, пожалуйста, я помогу и подскажу, и расскажу всё без прикрас, как всё есть. У нас же трудная работа, вы же знаете, у нас трудная, сложная работа. И здесь нужно иметь как раз очень внутренний, мощный психологический стержень, занять ту или иную позицию, придерживаться ей. Вот не нашим и вашим, запятак с пляшем, а здесь у нас очень тоже важно, чтобы мы были ответственны в своём выборе, в ведении за собой, так сказать, людей. Поэтому, она не к каждому эта профессия по зубам. Ну, конечно, это ведь тоже начинается мало призвание. Кто-то боится даже общения, кто-то боится силы убеждения слова, возможности убедить и уговорить всё-таки, уговорить на съёмку, на важность произнесения тех или иных слов, на важность вашего появления в кадре. А здесь нужно иметь и силу, и корректность, и такт, и дипломатию, да, и уметь разговаривать, расположить к себе человека. А не просто так, ну, хорошо, задрает нос, ну, ладно, раз уж вы пришли, значит, вот вам наши вопросы. Нет, здесь же всё про людское общение, про человечность, про близость, про помощь, про всё. Поэтому здесь очень важен внутренний настрой. А можешь ли ты, а хочешь ли ты? Вот этот человек-сбережение, это важно в нашей профессии иметь. Поэтому молодёжь нужно воспитывать, её нужно сопровождать. И когда мы молоды, опять, мы бессмертны, мы, так сказать, шашку на голову. И в дежурной части молодых корреспондентов тоже нужно иногда просто брать и подожди, 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 как-то аккуратно пестовать, вести. Мои остальные дети, они ещё не настолько взрослые. Вот старшему сыну сейчас исполнилось 14. Задумывается ли он уже о том, чем он хочет заняться? Нет, пока нет. Пока нет, но посматривает на мою работу, видит, как на меня реагируют, какие слова мне говорят. Ну, яркий пример у него, конечно, перед глазами. И я принимаю участие. Ну, то есть как-то, ну, я думаю, что он не про телевидение. Всё-таки нет. Нет, а он больше, наверное, всё-таки технари, он как-то математик. Он, ну, посмотрим. Ну, время покажет. Время, да, абсолютно. Я здесь не застрахована. У меня нет, что я хочу, чтобы мой сын был вот директором дирекции директорских программ. Нет. Совершенно нет. Совершенно нет. Или он должен быть обязательно академиком. Нет, он не должен быть академиком. Айтишником, монахом, телевизионщиком, директором дирекции. Как пойдёт. То есть как он решит зону. Главное, чтобы они позволили мне помогать и словом, и советом, и действием. Помогать и оставаться человеком в любой профессии. Вот для меня это очень важно. О, это, да. Это, наверное, должно пройти красной нитью через весь наш сегодняшний эфир. Оставаться человеком всегда. Ну, а следующий вопрос у нас Дианочка задаст. И он, я уверена, эта информация, наверное, сейчас многих удивит. Потому что она и меня удивила, когда я прочитала вопросы Дианы. Да, так. 2024 год. Разгар эпохи соцсетей. Насколько нам известно, публичных страниц в соцсетях вы не ведёте. Ну, как вообще так получилось? Как это удаётся? Да. Как вам такое удаётся? Мы не понимаем, как это реально. Я вот даже не могу вспомнить ни одного публичного человека, который, ну... Который не ведёт соцсетей. Да, не ведёт с детей. Оу. То есть я... Вы считаете, что я мамонт? Нет, нет. Мы так не считаем. Мы считаем, что у вас, наверное, есть какая-то причина этого не делать. Да. Какая? Я... Да. Значит, соцсети забирают катастрофически много времени. Вот почему вы всё управляете. Я, вот наступив на горло собственной лени когда-то, продолжаю это делать. Я отсекаю от себя те возможности, которые забирают у меня то время, драгоценное для меня время, которое я хочу потратить в другом направлении, для других дел, совершения поступков. Ты залезаешь в соцсети, свайп, 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 три часа нет. Да. Согласна? Так и есть, да. Ну, три часа жизни на то, чтобы просто посидеть и посмотреть картинку. А у вас никогда их не было или вы удалились ото всё? Нет, подождите. У меня они есть, и в моей профессиональной работе они есть. То есть просто они не публичные? Я их не веду, но я там, и я знаю, что происходит. Мы очень много информации, инсайды черпаем, в том числе из соцсетей. Ну да, как в профессиональной деятельности, сейчас без них, наверное, никак. Ну вот я вот так, значит, хитренько я так поступаю. Но меня там нет. Меня там нет. То есть утреннее селфи с чашкой кофе мы там не найдём, не увидим? Пока нет. А жаль, хотелось посмотреть. А вот, кстати, такой маленький блиц, вы чай или кофе предпочитаете? Кофе пьёте? Да, я по утрам пью чай, травяной. Очень люблю сайгандалян. Это трава, которая тонизирует, которая лучше, чем... Лучше, чем... Женьшень, наверное, помогает мне настроиться на целый день. Но много пить её нельзя. Потом у меня есть в 11-12 в час, в час где-то, да, несколько чашек кофе. Я могу вечером выпить кофе, если очень хочется. И спить я хорошо? Сплю хорошо. Совесть меня не мучает. Сплю я хорошо. Дело не в кофе, главное, чтобы совесть не мучила. Я засыпаю, пока у меня подушка ещё летит, голова летит к подушке. Вот. Но люблю и чай, и кофе. И какао. Ой, я тоже обожаю какао. Это же у меня дети, у меня много. Мама, какао, мама, срочно нужно купить какой-нибудь капучинатор для того, чтобы взбивать молоко с какао. Без какао, без... Это невозможная жизнь. Тяна, вы любите какао? Нет. Я чай предпочитаю. А в детстве у вас мама поила какао? Я молочеку не пью. Да, альтернативное молоко. Да, например, какое-нибудь кокосовое. Лучше чай. Лучше банановое. Лучше банановое. Посты на банановом молоке, супер. Очень захочешь. Надо будет после эфира как-нибудь осуществить, найти где-то здесь банановое молоко и сходить за какао. Да. Сейчас просто пост идёт, я не могу пока пить. Ну, банановое молоко, да. Вы держите пост? Да. Вы всегда держите посты? Да. Да. Прославный человек, я стараюсь. Я стараюсь это делать, это для меня нужно, это важно. Это такая малая жертва, что называется, которую мы можем принести Богу пост. А в этот момент как бы не только физиологическое какое-то очищение происходит, но духовное, душевное. Да, безусловно, пост, конечно, это никакое не гастрономическое ограждение самой себя от ядств, нет. Прежде всего, это, конечно, молитвенное правило. Прежде всего, это всё-таки, ну, пост, время внутренних самоограничений по отношению к людям, по отношению к своим эмоциям, которые хочется направить так в те или иные моменты, да. Это очень бережное отношение к тому, что ты видишь вокруг себя для того, чтобы стать лучше. Это время, когда мы можем стать лучше, подумать о своём внутреннем устройстве, зачем мы пришли сюда, в этот мир, что от нас требует Господь, какими мы должны быть и по каким заповедям жить. Ну, вот так постепенно мы от таких лёгких тем уходим в более серьёзные, взрослые, может быть, поэтому следующий вопрос, наверное, таким же и будет. Немножко хочется... Пусть Диана задаст его. Диана, задашь? Хорошо. Давай, можно по бумажке. Хорошо. Ну, да, уже немножко о взрослом. Хоть у нас и молодёжный форум, но всё же хочется спросить, современный журналист, может ли быть он политически нейтральным? А в ситуации, которая сейчас происходит сейчас, общество, которое так ярко разделилось по своим идеям, всё же, ну, может ли быть он политически нейтральным или умалчивать о своей гражданской позиции, недопустимо для журналиста? Вы задумались. Я не то, что задумалась. Здорово, что наше молодое поколение задаёт такие вопросы, и это очень важные вопросы. Ну, вот можно прежде немножко у вас спросить. Вот вы когда... Вы смотрите телевизор? Нет. Нет. Вы смотрите какие-то общественно-политические программы? Да. Какие, например? Телевизор, если вы не смотрите, то какие общественно-политические программы вы смотрите? Ну, просто я могу те же самые программы... Может быть, это будут какие-то быть блогеры, да, наверное, которые о политике говорят? Да, это и блогеры, и просто, ну, сам формат телевизора мне не очень удобен. Я могу те же самые программы, которые одновременно крутятся... Попробуйте как-нибудь развернуть телевизор. Да. Просто большой телефон получать. Да, просто поставить его, так сказать. Да, который одновременно крутится на телевизоре, то же самое, ну, сейчас всё транслируется через интернет. Да, абсолютно так. Вот. Ну, да, в основном это через видеохостинги. Вы знаете, на какие, как вы говорите, два клана или две стороны разделилось наше общество? Ну, примерно понимаю, да. Примерно понимаете. Можете об этом сказать? Ну... Может, поговорим? Разрешаем. Хорошо. Но это люди, которые поддерживают... Люди, да, которые поддерживают нынешнюю политическую ситуацию, и люди, которые, ну, по каким-то причинам этого не поддерживают. Не поддерживают политическую. У вас есть своё суждение в отношении спецопераций, которые проводятся нашей страной? Своё личное суждение есть? Ну, скажи правду. Нет, есть или нет? Просто можете сказать, не говоря о своей позиции. Есть. Есть? Да. Оно давно у вас было... Это суждение давно было сформировано? Ну, оно всё равно меняется. Оно меняется. Меняется, да. Под воздействием чего оно меняется? Ну, и я, в принципе, расту. Это... И вы слышите какие-то другие суждения. Я слышу, да, другие суждения. Обсуждается. И сама ситуация как-то, ну, меняется. Меняется. Да. Многое становится явным из того, что было непонятно. Да. Какие-то происходят. Вот, видите, и здесь трансформация вашего мнения, вашего суждения. Это же не отдельная личная траектория. Меняются очень многие люди. Меняются по отношению... Меняются внутри семьи. Меняются по отношению друг к другу, к брату. Меняются по отношению к соседу, к жизни. Мы взрослеем, мы мудреем. Не нужно этого бояться. Не нужно этого бояться. Говорить или не говорить. Всегда говорить. Нет проблемы. Есть непринятые, непроговорённые какие-то решения или суждения, или недопонимания, всегда лучше взять и почитать, а что же было в истории на самом деле, да, вот, где правда, а где ложь. Ты говоришь так, а я хочу засомневаться немножко, хочу проверить, правда ли то, о чём ты говоришь. Можно я возьму и перепроверю твою информацию в другом источнике? А что на этот счёт думает моя дорогая любимая мама? Или мама моей подруги? Или отец моей подруги, который уехал на спецоперацию? Что он говорит, как очевидец, будучи там, глазами того, кто... Понимаете, вы собираете это всё воедино. Не нужно выкристаллизовывать единственно верную позицию, которая вот у меня и должна быть. Нет. Опять, отношение к людям, отношение к тому, что происходит, к чему это приводит. Вы же всё это видите. Конечно, безусловно, наше сейчас журналистское сообщество разделилось не на равные половины, а на две чётких. Прошёл такой водораздел. Тех, кто, наверное, работает на врагов, я так скажу. Тех, кто работает на благо внутри, на благо нашей страны. Опять, говорить об этом можно много. Не этот эфир для этого. Понимать, почему ту или иную позицию выбрали эти и эти люди, вы должны. Потому что вы оперируете фактами. Я это выбр, потому что. И набор фактов. Я это вот так, потому что. И вы для себя выбираете, как дальше жить и поступать и действовать. Я хочу, чтобы вы знали о моей гражданской позиции. Чтобы вы, как юная коллега моя, понимали, на чём жиждится, на чём стоит, на чём основана моя гражданская позиция. Поэтому я, конечно же, её хочу вам ретранслировать. В формате вестей? Нет. Это редакционная политика. Это вообще государственный канал, который своей целью видит, так сказать, информирование вас, зрителя, об основных событиях, происходящих внутри страны, в мире, и о ретрансляции тех решений исполнительной и законодательной битве власти, которые происходят в нашей стране. Ваше дальнейшее, как вы это воспринимаете, это всё зависит опять от уровня ваших знаний, компетенции, подкованности, возраста, чего угодно. Вы можете всегда спросить, если вы молоды и не разбираетесь в каких-то вопросах. Спросите. Но просто закрыться, сказать, ой, я телек не смотрю, потому что вот я сейчас выбрала вот эту позицию, а потом или завтра я выбрала вот эту. Вот я против этого, бездумного примыкания к той или иной позиции. Не хочется, чтобы вы внутри были человеком думающим, состоятельным. Поэтому формулировать свою внутреннюю гражданскую позицию надо. Она будет отличаться. Вам 20, она одна. 25, 30, 35, она будет другая. У вас будут появляться дети. Она будет трансформироваться вообще. Сейчас, если бы у меня не было маленьких детей, я уже была старой бабушкой, у меня бы, наверное, была совсем другая позиция. Но сейчас я вижу то, что происходит внутри страны. Я вижу те интересы, которыми живут мои дети. И она, безусловно, конечно, она живая, пластичная. Она движется и развивается. Но есть четкие позиции, принципиальные, основанные на христианском мировоззрении, которые я исповедую, и на тех постулатах в вере и принципах, которые заложены, и они, так сказать, имеют преемственность поколения в поколение. Незыблемые. Я не могу допустить, чтобы были разрушены памятники тем людям, которые совершили много добрых, важных подвигов ради того, чтобы мы с вами сейчас здесь жили, разговаривали, растили детей и строили будущее. Молодежь. Запоминаем. Сначала формируем, разбираемся внутри. Да, спрашиваем, если что-то не понимает. Спрашиваем, а потом формируем свою гражданскую позицию. Да, очень важно, что в молодежи у нас есть критическое вот это вот восприятие всего. Не надо все воспринимать, что так, как есть. Критическое восприятие, очень важно. По-моему, иногда у них оно чересчур критическое получается. Это не важно, но это классно. А давай разберем. В силу возраста, наверное. Да, конечно. Опять сядем, давай разберемся. Начинаем отвечать на вопросы, которые формулирует наш сейчас человек. 7, 12, 14, 18, 25, 26. Кто-то взрослеет очень поздно. Я, например, это вижу по своей взрослой дочери. Я в 16 была невероятно взрослым человеком. Вот по внутренним ощущениям. Хорошо или плохо, это сравнить невозможно. Просто все мы очень разные. И, ну, опять, мы промыслительно. Мы все приходим в мир от одного мамы и папы. Настолько разные дети, ребята. Это вообще не один разговор, я не могу об этом даже... Как так может быть? Ну, как так может быть? Может. 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 Мамочка, воспринимай и давай работай дальше. Да. Ой, здорово. Ну, тогда можно еще один серьезный вопрос? Докажи, что можно. Если время нашей программы позволяет, если мы еще не утопили наших зрителей. Еще пока позволяет. А просто этот вопрос не могу я сама озвучить, потому что его придумала Диана. Поэтому он такой вот тоже, мне кажется, интересный. И вы его, кстати, чуть-чуть уже коснулись. Да, опять же, коснусь соцсетей. Сейчас, ну, по моему опыту, все равно многие, особенно молодежь и как раз-таки вот сейчас подрастающее поколение переходит на социальные сети. Переходит на блогеров, на какие-то новости на видеохостингах. В основном даже это сейчас переходит на какие-то печатные новости, так как это намного удобнее воспринимается для многих. Как вы думаете, нет ли риска, что телевизор, телевизионные программы станут невостребованными? Ну и вообще вот это вечное противостояние телевизора и соцсетей. Вы знаете, сколько в профессии работаю. Я вообще не вижу каких-то серьезнейших угроз. В интернете, в хостингах и везде во всех ваших социальных сетях, работают теми же самыми инструментами, которыми, которыми, так сказать, должны работать профессионалы нашей медиаиндустрии. Поэтому, а зритель, он, зритель, он очень хорошо понимает, где качественный контент, где лукавство, где профессионализм и прочее, прочее. Поэтому здорово, что есть такое стремление телевизионщиков сделать контент интереснее с прицелом на молодое поколение, которое интересуется соцсетями. А у соцсетей есть стремление и желание стать профессионалом таким же, как в телеке. Поэтому я думаю, что вот сейчас как раз тот самый момент, когда вот это центробежное влечение друг к другу, оно может немножко подкорректировать нашу профессию, привнеся много полезного. Ну, главное, с этим совсем не выкинуть, так сказать, ребёночка. Поэтому взрослые должны всё равно за этим следить. Взрослые, оксакалы, профессиональные ринги. Ну, хотя бы немножко подсматривать за своими чадами. Ну, вот время у нас заканчивается, но я всё-таки не могу не спросить. Близ, конечно, давайте кратенько буду отмечать сейчас. Очень кратенько, да. Про региональную журналистику всё-таки тоже хочется немножко поговорить. Видите, она, ну, очень отличается всё-таки и инфоповодами, и, наверное, подачей от того, что мы видим на федеральных телеканалах. Так, как вы считаете, в принципе, может ли быть региональный телеканал, ну, вот на уровне с федеральным? Или, в принципе, нужно принять то, что есть? Нет, послушайте, вы себя очень принижаете. Я, например, очень скучаю, безумно скучаю по региональной журналистике, потому что она как раз своей целью, своей миссией, мне кажется, должна преследовать вот это тёплое, доброе, близкое такое отношение к зрителю. Вы здесь сейчас, вы на расстоянии вытянутой руки, вы на расстоянии открытой подъездной двери. Вы настолько рядом со зрителем, что, мне кажется, вы должны даже чувствовать в себе вот это чувство помощи, нужности и полезности от своих телевизионных деяний, от того, что вы делаете в профессиональном смысле. То есть мы как будто поближе? Вы поближе, конечно. К зрителю? Да, вы ближе, и поэтому вы ему как-то более даже любимее, что ли, зрителю своему. Мы там далеко, федералы, и у нас глобальная какая-то повестка. Ну вот у нас, допустим, в Вестях глобальная повестка, да? А здесь вы можете быть веселее, вы можете эфир сделать интереснее, привлекательнее, вы можете показывать всю галерею плеяду великих людей, которые живут в вашем городе. Вы можете приглашать с ними разговаривать. И каково будет удивление зрителя из второго подъезда, что у него в первом подъезде, в собственном доме, живет такой великий мастер художественных полотен, или, я не знаю, искусствовед, или филателист, или какой-то другой человек. Это же те люди, с которыми мы живем бок о бок. Это же очень интересно. Это как сериал жизни замечательных людей. Вы пишете, вы снимаете, вы показываете, вы делаете, а давайте вдруг соберемся всем миром. И вот если мы против строительства здесь, так сказать, какого-нибудь объекта, давайте соберем подписи, давайте пойдем, давайте соберем петицию. Вы как-то можете поддержать. Вы более чутко настроены к проблемам вашего региона. И вы можете их быстрее подсветить, смелее, оперативнее, вынести это в плоскость обсуждения. Если здесь, на этом этапе, вы застряли и не смогли, и вас, так сказать, вы встретили сопротивление местных властей, вы можете обратиться всегда к нашим федеральным коллегам, к вашим федеральным коллегам, которые вас поддержат и смогут, например, вынести вот эту проблему, уже нерешаемую, на более высокую плоскость решабельности. И мы поможем тогда вам. А мы взяли на заметку, кстати. Обязательно. Обязательно. Мы никогда не бросаем наших региональных коллег в тяжелых профессиональных ситуациях. Мы никогда не даем вас в обиду. Никогда. Это здорово. Мы просто об этом тоже не говорим везде и в саду. Это очень приятно слышать и знать, и осознавать. И мы, наверное, действительно сейчас взяли это на заметку, где-то пометили, потому что разные ситуации бывают. И хорошо, когда есть, ну как, можно вас назвать большой старший брат, который всегда вступится? Нужно. И всегда рассчитывайте на нашу помощь. И посмотрите, как работает Вести Москва. Вы, наверное, не можете работать и смотреть. У нас очень четко, они очень быстро профессионально вскрывают проблему. Зая против показывает. Про и контур. Зая против. Беда и чаяния людей, которые обеспокоены чем-то. Люди обеспокоены тем, что. И вот это. И очень быстро это все, значит, этот мяч перекидывается на плоскость, значит, туда, где принимаются решения. И очень быстро, ответственно власти Москвы разбирают этот кейс, помогают, ставят, так сказать, решают этот пазл. И много кто от этого приобретает. Ой, здорово, прекрасно. Я думаю, на этой ноте мы уже можем, наверное, завершать. Ну что, попросим, наверное, Марию пожелать что-нибудь нашим, во-первых, телезрителям, а во-вторых, участникам форума, которые завтра придут вас слушать. Участникам форума только, так сказать, новых побед, новых свершений и найти себя в профессии. Всем жителям Нового Уренгоя, всем каждой семье Нового Уренгоя хочется пожелать мира в семье, добра, взаимопонимания, чуткости по отношению друг к другу, любви, любви, любви. И я поздравляю вас, дорогой Новый Уренгоя, с грядущим великолепным юбилеем, 50-летием, в следующем году, да? Да, в следующем году. Нового Уренгоя. Я думаю, что это будет событие грандиозного масштаба. Обязательно, федералы, мы обязательно его подхватим и покажем в лучшем виде. Мы будем ждать вас в гости. Да, а почему бы и нет, а почему бы и нет? А вас я хочу поблагодарить за эту приятную, добрую, душевную беседу. Если честно, я редко даю интервью в силу занятости, в силу невозможности. Мы заметили, мы когда искали, как мы, да, мы заметили, что мы так часто. Но всегда общение с коллегами и с молодыми коллегами, оно всегда обогащает, и мне хочется думать, что оно приносит и вам пользу тоже. Спасибо. И приносит, и вам ответная огромная благодарность, потому что, мне кажется, мы сегодня вот этим вашим светом, теплом просто зарядились и готовы теперь к новым совершениям. Да, да, да. Спасибо вам большое. Спасибо вам. До новых встреч. До новых встреч. До новых встреч. До новых встреч.